Оригинальный торт Наполеон. Слоёное тесто выкладываем на припорошенную мукой разделочную доску или стол. Нарезаем тесто на квадратики со стороной 2х3 см. Удобнее всего резать тесто круглым ножом для пиццы. Противень застилаем бумагой для выпечки и раскладываем на нём квадратики теста. Раскладываем так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Отправляем в нагретую на 200-220 градусов духовку и будем запекать до яркого зарумянивания. Вынимаем из духовки и остужаем до тёплого состояния. Немного запечённых квадратиков мы отложим для дальнейшего украшения торта, для крошки. Остальные квадратики пересыпаем в большую миску и немного помнём запечённое тесто, чтобы около четверти от объёма рассыпалось на кусочки. Для приготовления крема воспользуемся блендером. В чашу блендера разбиваем яйца, добавляем варёное сгущенное молоко, сахар, муку и вливаем молоко. Всё это взбиваем в однородную массу. Выливаем в кастрюльку и кастрюльку с массой нужно будет поставить на средний или большой огонь и при постоянном помешивании доведём до загустения. Крем должен приобрести вид густой манной каши. В горячий крем выкладываем сливочное масло и размешиваем, чтобы масло распределилось равномерно. Для получения более нежной фактуры крема его можно взбить блендером или миксером. Горячий крем выливаем в ёмкость с запечёнными и хорошо размятыми квадратиками. Перемешиваем очень тщательно. Форму взять лучше квадратную или прямоугольную и застелить её изнутри бумагой или фольгой. Выкладываем всю нашу массу и слегка её утрамбовываем, чтобы не было воздушных полостей. Остужаем сначала до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник. Которые квадратики мы откладывали для крошки, их нужно будет размять и украсить наш торт Наполеон. Приятного вам аппетита!